Здравствуйте, мои друзья, мальчики и девочки! Снова с вами клоун Антошка! Сегодня мы отправимся с вами в новую сказку. Называется она «Волк и семеро козлят». Ребята, вы читали эту сказку? Если нет, то сегодня я прочитаю ее для вас! Волк и семеро козлят Уходила коза в лес, есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь! Ваша мать пришла, молока принесла! Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, попоет и опять уйдет в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Вот раз, когда коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом. Вы, детушки, вы, козлятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мать пришла, молока принесла. Козлята ему отвечают. Слышим, слышим, да не матушкин этот голосок. Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает. Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мать пришла, молока принесла. Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого сказала. Кто придет к избушке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитаю. Дверь не открывайте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять, шасть, к избушке, постучался и начал причитать тонюсеньким голосом. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мать пришла, молока принесла. Козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, никто ей не отвечает. Видит дверь отворена, бежала в избушку, а там никого нет. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько плачет. Ой, вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпирались, отварялись и злому волку доставались. Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе. Что ты на меня грешишь, кума? Это не я козлят съел. Полно горевать. Пойдем лучше в лес погуляем. Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку, давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму. Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул. Ух, ты свалился в горящую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили. Все живые, да прыг к матери. И стали они жить по-прежнему. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Ребята, надеюсь, что вам понравилась эта сказка. До новых встреч, ребята!